Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы играем в Undertale Fighting Heroes of Determination. И игру мы будем проходить за Флауи. Итак, Флауи против Чары, причем, по-моему, из Андерфелла, да? Да, смотрите, появляется Вегетоид. Я не понимаю, что он говорит, а... И падает. Ну а Чара вертит ножом, она уже хочет нас им ударить, но... А смысл Флауи в чем? Он может очень часто кидаться своими фирменными лепестками дружбы. Естественно, они ни разу не дружелюбные. При этом, смотрите, Флауи может атаковать из-под земли корнями. Корнями он может атаковать. И не только. То есть, в принципе, у него основной прием — это лепестки дружбы и телепорт. Телепорт у нас делается, по-моему, с помощью ударов ног вниз-назад. Легкий удар ногой и средний удар. Всего ударов четыре. При этом ударов тяжелых у него нет. Заметьте, причем Чара из Андерфелла, она что-то умеет. И, конечно же, у нас есть... Опа. Вы это видели? А у меня... Я могу ответить. У меня есть вниз-вперед... Ого. Вниз-вперед... Смотрите, смотрите. Вниз-вперед с легким и средним удар рукой — это много-много лепестков. И при этом еще вылетает какой-то такой плюсик или крестик. Он похож на Determination немного, но белого цвета. Как будто бы это... Знаете, как будто бы у монстров есть решимость. Вот такая вот интересная штука получается. При этом, смотрите, у Флау есть и нижние удары, да? То есть, подножки. И удары головой. И удары этими корнями. И такой корневой кулак. То есть, в принципе, хоть он и цветок, но бить нормально может. И, конечно же, он может превращаться в омега-флауи. Вниз-назад, по-моему, удар... Два удара ногой. Но, я так понимаю, что для этого нужно накопить... Силу, как минимум два блока. Давайте попробуем это сделать. У. Вот это урон! Моя очередь. Комбо за комбо. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На! На! А-а-а! Вот оно как! О! Хм! А она меня не может... Слушайте, она меня такой играет. Надо ее... Э-э-э! Она может оказывается этими кидаться ножами, то есть не такой, а это оказывается довольно-таки проработанный персонаж. Но у нас сегодняшний выпуск посвящен Флаве, поэтому... Как же мне победить-то я? Даже с помощью лепестков это не так-то... О, так я по времени проигрываю. Вот это... Так Андерфелл Чара так-то не такая слабая. Опа, это голова Папайруса. Окей, раз мы такие сильные, я фору давать не буду. Иди сюда. Причем смотрите, как быстро удар выполняется, да? Очень-очень быстро. Иди сюда, сейчас эти комбы такие. Идиот. Так, попробуй перепрыгни это. У нее тоже телепорт есть. Да ладно. И она злится. На, 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 больше лепестков. Еще вот такая штука, и вот такая, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так, и по полу. Нет, все-таки Флаве сильнее оказался. Душа монстра. В этом мире убивай или будь убитым, говорит Флаве. И следующая битва против Гастера. Ну, естественно. А, овощи, он говорит, овощи, кушай овощи. Оп. Ну, Флава, видимо, с ним не согласен. Так, Гастер, я что-то не понял даже. Воу, воу, воу. Слушайте, не, ну, я так понимаю, Гастеру, в принципе, приемы-то не нужны, чтобы как-то сражаться. То есть он нормально может, смотрите. Он может... Он мне по голове-то дает, стучит. Телепорт, конечно, Флавы не особо нужен, как я понял. Это уж совсем короткие удары. И, однако, Флау... этот, Флауор... Гастер, смотрите, он даже отбивает мои суперки. И когда надо прыгать, вы посмотрите. То есть он явно не глупый. Он... Чего-то вон... Об этой игре он что-то знает. Так, 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 так. Не такой уж он и простак. Но вот, к сожалению... Я знаю, как нужно сделать. Чтобы... Эта Ториэль была, она вмешалась в борьбу с Гастером? Серьезно? Кстати, у Флавы неплохой удар. Ну, как бы ногой. Это корень ноги или что-то вроде того. Я хочу... Знаете, как сделать? Флавы-то, оказывается, еще и бегать умеют. Гастером можно... Эээ... Зажать в углу. Не давать ему выйти. И сделать суперприем, эээ... Превращающий меня в Омега... Флавы. Хотя я не думаю, что это по... Сработает. Тихо. Это вообще не сработало. То есть, противник должен находиться именно в центре. Смотрите, весь мой прием, все мои два блока энергии, они все ушли в пустоту. Видите? Даже... Даже, да. Даже сковородка. То есть, это все было зазря. Ну, заметьте, прием, как бы, довольно мощный. И что самое интересное, хитрость этого приема заключается в чем? Если мы, чтобы поставить блок, атаковать нужно как? Нужно нажимать кнопку назад. Правильно? А там, как бы, луч, он бьет сверху. И... Ух ты. Просто последний этот Determination плюсик ударил. А давайте-ка сыграем еще разок. Итак, аркадный режим. Флавы против нас. Undyne. Но интересно. А кто кого закидает, эээ... Суперспособностями. Ух ты. Так она... Смотрите-ка, она, даже не двигаясь, она может, она может нормально сражаться. Да? То есть, в принципе, если, если ее доработать, то она, она будет довольно мощным персонажем. А, она мне даже, смотрите, она сбивает мне все, все приемы. Значит, здесь нужно использовать, эээ... Она меня сейчас убьет. Нужно использовать телепорт. Она меня чуть не убила. Undyne, которая не может двигаться, просто чуть не закидала меня копьями. А этот прием вообще бесполезно против нее использовать. Но я знаю, какой прием против нее использовать есть смысл. Знаете, какой? Эээ... Превращение в омега... Омега-флавы. И телепорт, смотрите, очень... Против таких персонажей телепорт очень хорошо работает. А давайте попробуем. Я не знаю, она... Смотрите-ка, если... Воу-воу-воу, тихо-тихо. Тихо. Можно превратиться? Попаду я по ней? Наверное, не попаду, да? И она продолжает копьями кидаться, заметьте. Нет, смотрите, я по ней не попадаю. Как можно не попасть по персонажу, который стоит на месте? Тихо. Это уметь надо. Против Санса. Ну, естественно. Вот это, конечно, хорошая битва будет. Так. Санс. Эй, ты проведешь плохо время. При этом музыка теперь играет метатона. Ну, давай. О, смотрите-ка, Санс... Использует свои атаки. Как он говорил... А, я не понимаю тех людей, которые сразу не используют свои самые сильные приемы. А почему бы и нет, да? Ну, тогда бы он сразу бы начал с гастробластеров. Но у него нет энергии. То есть, в отличие от... Битвы с Чарой, допустим, да? Здесь, в битве с Флавой, Сансу нужна энергию. Энергия нужна ему. Тихо. Так, 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 так. И, сейчас мы используем лепесток. Неплохая комбо получилась. А, это не комбо. Дело в том, что он сможет защититься. Я думаю, Сансу, как сказал бы Андай, нужно постараться сильнее, чтобы победить Флавой. О, но телепорт это... Ух ты, синяя кость, смотрите-ка. Второй раунд. Поехали. Так. Интересно, а если я попробую применить... Тихо. Применить на нем превращение в Омега Флавы. А ну. А ну. Давай. Я ведь тоже умею телепортироваться, не только Санс. Так. Надо, надо вывести его на центр экрана, чтобы он по центру был. Иначе ничего не получится. Тихо. А, не получилось. Это не тот прием. Санс. Тихо. Я должен прием использовать. Ты че делаешь? Не. А, нет, смотрите-ка. Это же его стойка, когда он получает удар от ножа Чары. О, да. Ладно. Он же умрет так. К-О. Жеееееееесть. Ну, на этом, наверное, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока.